Здравствуйте, друзья! Вот и настал этот час. Вопреки всем проблемам, с которыми Porsche столкнулся за эти многочисленные месяцы, немцам таки удалось довести все до ума и представить новое поколение Macan. Если вы этого ждали, могу только позавидовать вашему терпению. И чтобы не затягивать с обзором, я предлагаю сразу к нему приступить. Первое, что вы должны знать о новинке, что отныне Macan исключительно электрический. Никаких больше шумных бензиновых моторов вы под его капотом не увидите. Внешность новинки тоже изменилась, и выглядит кроссовер слегка упитана, словно ребенок, увлекающийся сладким. Фронтальная часть лишена какого-либо подобия решетки радиатора. Конечно же, впереди есть воздуховоды в бампере, отвечающие за аэродинамику автомобиля. Но на этом и все. Оптика у новинки двухуровневая, хоть на первый взгляд этого и не скажешь, но это так. За это стоит поаплодировать дизайнерам Порше, сумевшим так аккуратно вписать основной блок фар в боковую имитацию воздуховодов. А вот габариты расположились выше и имеют характерный рисунок, напоминающий оптику Taycan. Почему все нельзя было уместить в одном блоке, большой вопрос. И скорее всего, компания создавала этот элемент с оглядкой на Китай, где такое очень любят. Оптика у Macan матричная, а значит, она умеет вырезать встречные машины, тем самым не ослепляя их и заглядывая за поворот, что порой очень удобно. Карма нового Macan выглядит проще, но все так же узнаваема и построена по лекалам старшего Cayenne. Только вот сзади компания использует OLED-панель, выполняющую роль задних фонарей. Чуть ниже расположился аккуратный бампер с интересным диффузором. В передней части также находятся так называемые жалюзи, которые могут как открываться, так и закрываться, тем самым регулируя потоки воздуха под днищем автомобиля и увеличивая его так называемое прилипание к дороге и прижимную силу. На это работает и активный задний спойлер. Коэффициент аэродинамического сопротивления у Macan составляет 0,25, что очень и очень хорошо. Сам кузов новинки проповедует стиль Porsche с его гладким силуэтом и плавными линиями. Все, что выбивается из этой композиции, это дверные ручки. Они здесь не заподлицо, что немного странно, учитывая нынешние тенденции в автоиндустрии. Низкая высота капота и ярко выраженные крылья придают динамичный вид даже неподвижному кроссоверу начального уровня, который достигает в длину 4 метров и 78 сантиметров, в ширину 1 метра и 93 сантиметров и в высоту 1 метр и 62 сантиметра. При этом колесная база выросла на 86 миллиметров в сравнении с бензиновой модификацией и составляет 2 метра и 89 сантиметров. Самое любопытное, что электрификация Macan сделала его более практичным и привела к увеличению грузового пространства. В зависимости от модели и установленного оборудования, объем заднего багажника может составлять 540 литров. В дополнении к этому есть еще и второй багажный отсек под капотом с вместимостью 84 литра. Новый Macan может оснащаться колесами диаметром до 22 дюймов, и это я вам скажу очень много. Интерьер – еще один элемент, создающий чувство новизны в восприятии нового Macan. Давайте будем откровенны, после премьеры обновленной Panamera и тем более Cayenne, я думаю, ни у кого не оставалось, сомнений в том, что у нового Macan будет использоваться такая же трехдисплейная архитектура, включающая в себя отдельно стоящий 12,6 дюйма изогнутый дисплей приборной панели и 10-дюймовый центральный дисплей. Впервые на новом Macan передний пассажир также может просматривать информацию, настраивать параметры информационно-развлекательной системы или транслировать видео на свой собственный дополнительный экран диагональю в 10,9 дюйма. Кроме того, у Macan появился новый проекционный дисплей с технологией дополненной реальности. Виртуальные элементы, такие как стрелки навигации, интегрируются визуально в реальный мир. Изображение отображается на расстоянии 10 метров и соответствует размеру дисплея 87 дюймов, и стоить это будет огромных денег. Все это работает под управлением новой информационно-развлекательной системы, основанной на операционной системе Android Automotive OS. Также здесь присутствует новый Porsche App Center с возможностью установки различных сторонних приложений, о чем я не раз говорил. В зависимости от модели и установленного оборудования, водитель и передний пассажир теперь сидят на 28 мм ниже, чем раньше, а задние пассажиры на 15 мм ниже с увеличенным пространством для ног. Так что теперь вы ближе находитесь к земле, а значит у вас будут совершенно другие ощущения от вождения. Премиум платформ электрик. Вот с чего нужно начинать описание технической части Noamacan. Это абсолютно новая 800-вольтовая архитектура от компании Porsche, разработанная в содружестве с Audi. На сегодняшний день это самая передовая платформа, доступная автомобилям концерна VAG, открывающая новые возможности. И что самое приятное, эта платформа разработана исключительно для электромобилей. Никаких полумер и заигрываний с гибридами, как это делают BMW и Mercedes со своими новыми платформами. А это даст в свою очередь приятные результаты в виде низкого энергопотребления. На выбор Porsche предлагает две модификации, Macan 4 и Macan Turbo. Обе полноприводные и обе оснащаются двумя электромоторами, работающими под управлением системы Porsche Traction Management. Эта система работает примерно в пять раз быстрее, чем обычная система полного привода и может реагировать на проскальзывание за 10 миллисекунд. Кроме того, распределение полного привода контролируется выбранной программой вождения, а также имеется электронно-управляемая блокировка дифференциала на задней оси, что способствует сцеплению и устойчивости при движении. Модели Macan с пневматической подвеской, которая стандартно устанавливается на модификацию Turbo, оснащены электронной системой управления амортизаторами Porsche Active Suspension. Эта система также может быть скомбинирована с более простой подвеской на стальных пружинах. Конечно же, в качестве опции. А пневмоподвеска в Macan используется двухклапанная. Но и это еще не все. Впервые на Macan доступно полноуправляемое шасси с поворотом задних колес 5 градусов. Теперь давайте перейдем к мощности. Базовый Macan 4 выдает 402 лошадиных силы и 648 ньютон-метров момента и тратит на первую сотню 5,2 секунды, а максимальная скорость составляет 220 км в час. Топовый Macan Turbo выдает 639 сил и впечатляющее 1130 ньютон-метров в режиме Overboost, который отдельно активируется и доступен ограниченное время, а также при условии, что у вас достаточно заряженная батарея. На первую сотню топовый Macan тратит 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км в час, что очень неплохо, учитывая, что это электрокар. Питаются оба мотора от аккумуляторной литий-никель-марганцево-кобальтовой батареи, состоящий из 12 модулей емкостью в 100 кВт-час. И Macan Turbo при умеренной езде способен проехать 591 км пути по циклу ВЛТП. Базовый Macan 4 способен проехать на одном заряде более серьезные 613 км. Благодаря новой платформе и той самой 800-вольтовой архитектуре Macan поддерживает быструю зарядку от станции мощностью в 270 кВт. Это его максимум. Если вам удастся найти такую зарядку, то всего за 21 минуту вы сможете зарядить батарею с 10 до 80%. Это не новшество в автомобильном мире, но приятно, что в Macan это есть. На зарядных станциях с напряжением 400 вольт высоковольтный переключатель в аккумуляторе позволяет осуществлять зарядку, эффективно разделяя 800-вольтовую батарею на два сегмента с номинальным напряжением 400 вольт каждый. Это позволяет осуществлять особенно эффективную зарядку без дополнительного высоковольтного усилителя мощностью до 135 кВт. Зарядка переменным током до 11 кВт возможна на бытовых настенных зарядных устройствах. А теперь немного неприятного. Цена на новый Macan 4 начинается с отметки в 78 800 долларов. Это не так, чтобы мало. За такие деньги можно присмотреть куда более крупный Volkswagen Touareg. Но Porsche всегда был автомобилем не для всех, а электрический Macan и вовсе. Хотя последние продажи показывают, что именно Macan является одной из самых продаваемых моделей компании. Так что, возможно, новинку ждет успех. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok